Друзья, всем привет! Ну что, Google File Search уже некоторое время в наших новостных лентах и завоевал свою доль популярности, поэтому мы сегодня с вами посмотрим, что это такое, может ли это все работать вместе с N8N, если да, то каким образом это настраивается, и какие здесь есть подводные камни. Я попытаюсь быть максимально объективным, честным, не буду приукрашивать ничего, поэтому давайте разбираться, как это все работает. Для чего созданы такие инструменты, как File Search от Google, и каким образом они сравниваются с обычными подходами RAG. Если вы давно подписаны на наш канал, то вы уже знаете, что, в принципе, весь пайплайн RAG примерно выглядит таким образом. Мы сначала получаем файлы, разные форматы, которые нам требуются для нашей работы, каким-то образом извлекаем оттуда контент. После этого контент делим на чанки, на кусочки текста, которые будем векторизовать, обогащаем при необходимости эти чанки метаданными, векторизуем и помещаем все в нашу векторную базу данных. И после этого мы уже можем работать с этими данными, отдавать, допустим, их агенту, задавать какие-то вопросы и получать соответствующие ответы. Такие инструменты, как File Search от Google, несколько упрощают этот подход. По сути, они предоставляют некоторый API, который в себе объединяет все внутренние процессы, которые мы обычно делаем самостоятельно, в одном простом интерфейсе. Таким образом, мы получаем возможность, допустим, отдать какой-нибудь файл, вне зависимости от его формата. API сам определяет формат, сам определяет, каким образом извлекается оттуда контент, сам же нарезает на чанки, обогащает метаданными, и после этого мы уже можем работать с этими документами. Таким образом, что обычные монструозные пайплайны, которые мы обычно строим, с векторными базами данных, с даталоудерами и текстсплиттерами, заменяются, по сути, на одну, две, три ноды, которые работают последовательно и вмещают в себя всю сложность. Поэтому сегодня мы с вами разбираемся в нюансах, как это все работает. Обязательно подписывайтесь на канал, оставляйте комментарий, ставьте лайк, и, конечно же, смотрите видео до конца, будет очень интересно. Я только что создал себе папочку на Google Drive, поместил туда довольно сложный файл, это гражданский кодекс, где масса статей под пунктов. Давайте сделаем так, чтобы, используя Google File Search и Gemini API, мы смогли викторизовать этот файл и начать с ним работать через нашего агента. Для этого нам потребуется, естественно, открыть документацию Gemini API в разделе File Search. Давайте посмотрим, почему этот инструмент получил свою долю популярности. Во-первых, из-за очень доступной цены он позволяет на разных тарифах загружать разные размеры файлов, и Google не будет брать с вас совершенно никаких денег за хранение файлов. Подобные сервисы, ну, например, у Pinecon есть такое, об этом, кстати, тоже есть видео на канале. Так вот, такие сервисы могут с вас брать деньги просто за хранение файлов, за общее использование диска. Google этого не делает. По сути, Google заявляет, что будет брать с вас только 15 центов за эмбеддинг модели, то есть за непосредственно викторизацию данных. И дальше, когда вы будете работать с уже викторизованными документами, вы будете оплачивать только стоимость вашей нейронки. Второй приятный момент. Этот инструмент работает с огромным количеством форматов файлов. Соответственно, вы можете закидывать туда PDF-ки, DOCX-ы, JSON-ы и массу других форматов, и все это будет викторизовано без вашего непосредственного участия и ручного контроля. Итак, каким образом настраивается инструмент FileSearch от Google? В документации указано, что нам потребуется три базовых шага. Сначала мы создаем FileSearchStore. По сути, это пространство, где будут храниться наши викторизованные документы. Дальше мы аплоудим файлы и импортируем в конкретный FileSearch. И все, после этого мы уже сразу можем слать запросы к нашим викторизованным документам. Я сразу скажу, что документация у FileSearch довольно неочевидная. Здесь мало примеров использования. Но, в принципе, документация Google всегда этим славилась. Но, тем не менее, давайте реализовывать последовательность, которую они представили. Итак, здесь есть кнопка API Reference. Здесь есть инструмент FileSearch. FileSearchStore. И давайте найдем здесь метод, который позволяет создать наш первый FileStore. Метод называется FileSearchStoreCreate. И здесь указан URL, по которому мы должны отослать пост-запрос. И обязательно указать поле FileName. Это имя самого FileStore, который мы будем создавать. Давайте забирать этот URL. Возвращаться в наш N8N. Я нажимаю кнопочку плюс. Добавляю ноду HTTP Request. И открываю ее. Так, сюда я вставляю URL, который мы только что забрали с документации. Метод Post. И нам нужно будет добавить один параметр. Это тоже не всегда указано в документации Гугла. Но все эти API-запросы требуют поля ключ, в который мы должны вставить наш API от Gemini. Каким образом мы получаем этот API? Нам нужно пойти в Google AI Studio. То есть мы его так и ищем по названию. И создаем здесь аккаунт. Здесь будет кнопочка Dashboard. Идем в нее. И здесь мы попадаем на вкладку API-ключи. Нажимаем кнопку «Создать API-ключ». Даем ему имя. И после этого наш API-ключ создается. Вы можете нажать кнопочку «Копировать». И ваш API-ключ уже готов. Мы забираем этот ключ. Возвращаемся в 1.8. И вставляем в поле «Key». Также в хедер параметры мы добавим «Content Type». «Application.JSON». И в соответствии с документацией мы должны будем еще добавить тело запроса. Давайте выберем здесь обычный JSON-тип. И прямо пропишем наш JSON. В документации написано, что мы должны задать Display Name. Давайте я напишу «My Store Test». Выполняем шаг. И видим ответ от Google API, что наш Store создан. Вот его Display Name, отображаемое имя. А вот его фактическое имя, которое мы будем впоследствии использовать, чтобы загружать в него документы. Если мы пошлем по этому же URL get-запрос, то мы получим список всех наших сторов. Давайте это сделаем. Для этого продублируем наш HTTP-запрос. Поменяем метод post на метод get. Ключ останется тем же самым. И пошлем его. Вот мы получили список всех наших созданных сторов. Я уже для тестов создавал несколько. И вот он, Store, который мы только что создали. Отлично. Шаг номер один в соответствии с документацией Google выполнен. Давайте теперь попробуем загрузить файл и поместить его в этот Store. Загружать файл мы, конечно же, можем из разных мест. Мы это делали с вами на канале уже огромное количество раз. Вы можете его прокидывать из Telegram, можете забирать из Google Drive, из Яндекс.Диска. Давайте для простоты заберем его из Google Drive. Делается это через ноду Drive. И здесь есть у нас два триггера. Давайте заберем один из них. Откроем. И зададим такие параметры. Я хочу каждую минуту проверять папку. Папку я выбираю из списка, который есть у меня на моем Google Drive. И хочу отслеживать события File Created, то есть создание файла. Если файл создан, я хочу, чтобы он попадал к нам в NVC Man. Мы с вами недавно загрузили файл, который называется GK. Поэтому давайте попробуем выполнить ноду. И мы сразу видим, что файл обнаружился. И у этого файла есть название, GK и айдишка. Это айдишка то, что нам нужно, чтобы скачать файл в бинарник, чтобы мы могли его получить в NVC Man. Для этого добавляем еще одну ноду, которая называется «Скачать файл.даунлоуд» из семейства Google Drive. Эта нода требует на вход айдишку файла. Мы ее только что получили. JSON-ID. Поэтому выполняем ноду. И видим наш файл, который теперь есть в нашем NVC Man. Давайте его скачаем. Откроем. Да, видим, что это тот самый файл, который нам нужен. Теперь нам нужно добавить еще один HTTP request. Здесь также надо будет послать запрос по очень похожему URL. Только будет метод upload files. Также добавляем поле ключ. Ключ тот же самый оставляем. Но теперь нам нужно будет в теле запроса отослать наш бинарник. Отмечаем флажок send body. И здесь выбираем в content type NVC Man binary file. И так как у нас уже предыдущая нода в поле data вернула наш бинарник, здесь прописываем дата. И таким образом бинарник шлем в наш Google Drive. Выполняем этот шаг. И видим наш ответ. Наш файл помещен. Вот имя этого файла. У него статус активный. Он загружен. И у него даже есть expiration date. Помните, в соответствии с документацией загрузка происходит за два этапа. Сначала мы upload файл в инфраструктуру Google. А после этого тот файл, который мы с вами загрузили по его имени, мы должны будем поместить в нужный файл search store, чтобы потом коммуницировать через нашего агента с этим стором, с этим файлом. Поэтому нам понадобится еще одна нода, которая будет называться import file. Чтобы понять, откуда она берется, мы возвращаемся в документацию Google. И видим, что здесь есть метод import file. Это post-запрос как раз вот по этому URL, который мы сейчас будем использовать. И здесь внутри нужно будет указать file search store name. А так как мы уже с вами создали файл search store, мы сможем это имя использовать как раз в этом URL. И среди обязательных полей нужно будет указать тот самый файл name, который мы только что загрузили. Так, ну вроде чуть попонятнее стало, поэтому возвращаемся в nvcman. Вставляем сюда наш URL, который мы только что забрали из документации. А для того, чтобы понять, какое имя у нашего файла search store, давайте вернемся в ноду, которая называется getStores. И раз она у нас возвращает список всех наших сторов, давайте посмотрим, какие у нас есть. Вот наш тор, который мы только что создавали. Ну а вот его имя. То есть мы должны прям забрать это имя и использовать его в ноде для импорта. Вот мы прям вставляем сюда имя нашего стора. И дальше после двоеточия указываем import file. Так, отлично. Ключ мы сохраняем. И в соответствии с документацией мы должны указать file name, поэтому прямо прокидываем file name, который мы получили на предыдущем этапе. Давайте выполним этот шаг и посмотрим, каким образом все это работает. Мы видим, как сейчас забирается файл из Google Drive, оплоудится в инфраструктуру Google и сейчас импортируется. Давайте откроем эту ноду. Видим, что файл у нас заимпортировался. И файл name был взят из ноды upload file. Так, ну кажется, все. Наш файл готов. Друзья, как всегда, все автоматизации, которые мы с вами строим у нас на YouTube-канале, я в конце видео скачиваю и помещаю в нашу бесплатную Telegram-группу. Ссылка на нее будет у нас в описании к этому видео. А усложненные вариации автоматизации, например, в этой автоматизации с этим инструментом можно очень гибко работать с метод-данными, но это, конечно же, требует дополнительной сноровки. Так вот, такие усложненные вещи мы часто разбираем в нашей PRO-группе. Там масса PRO-материалов очень глубоких про автоматизацию и искусственный интеллект. И в том числе там недавно вышел NVC Man мастер-класс. Это сделано для того, чтобы если вы только начинаете осваивать автоматизацию NVC Man, то этот мастер-класс позволит вам влиться буквально за несколько часов в основные методы NVC Man и основы, а потом уже развивать и углублять свои знания с помощью PRO-материалов. Поэтому обязательно проверяйте нашу PRO-группу. Ссылка на нее тоже будет в описании. Заскакивайте, там просто огонь. Но мы продолжаем с нашей автоматизацией. Если мы вернемся в документацию FileSearch, то тут будет еще одна вкладка, которая называется «Документы». И здесь видно, что есть специальный метод, который позволяет посмотреть все документы, которые загружены в тот или иной FileSearchStore. Вот с помощью вот такого API-эндпоинта. Давайте прямо его заберем, вернемся в NVC Man, добавим еще одну HTTP ноду и прокинем сюда тот самый URL, который нам нужен. И не забудем указать FileSearchStoreName, в который мы только что загружали документ. Давайте попробуем выполнить этот шаг и посмотреть, какие же документы у нас есть в нашем Store. Отлично, здесь есть несколько документов. И вот на последнем месте у нас тот самый документ, который мы только что загрузили. И у него статус проставлен Active. Это значит, что по сути он уже готов для работы. Каким же образом осуществляется коммуникация с этими документами? Возвращаемся в документацию и ищем примеры использования этого API-эндпоинта. Отлично, и здесь мы прямо видим пример curl-запроса, который позволяет что-то спросить, указав FileSearchStoreName и получить какой-то ответ от нашего инструмента. Мы совершенно не мудрствуя лукаво забираем этот URL и вставляем в наш NVC Man. Возвращаемся в NVC Man, вставляем этот URL. Как вы видите, здесь уже прямо в URL прописана модель, которая будет использоваться для коммуникации с вашими документами. Здесь проставлен Gemini Flash. Давайте оставим как есть пока. И дальше нужно будет указать нам тело запроса. Тело запроса мы также видим вот здесь. Забираем его целиком. Возвращаемся в наш NVC Man и вставляем. Проверяем, что все прокинулось правильно. Здесь обязательно должна быть часть с текстовым запросом UserPrompt. И дальше обязательно указан FileSearchStoreName, с которым будет происходить вся коммуникация. Давайте сделаем такую вещь. Я добавлю чат-ноду. И если мы попробуем здесь что-нибудь сказать, допустим, привет, мы увидим, что эта нода отдает в поле ChatInput наш текст, который мы только что ввели. Отлично, давайте этим воспользуемся. И вставим динамически в Body как раз ChatInput. То есть, по сути, у нас это будет UserPrompt. И дальше в FileSearch мы указываем имя нашего стора, который будет использоваться для коммуникации. Давайте посмотрим какой-нибудь каверзный вопрос. Ну, допустим, меня интересуют основания возникновения гражданских прав и обязанностей. Возвращаюсь в наш NVC Man и говорю, расскажи про основания возникновения гражданских прав и обязанностей. Отправляю этот запрос. Видим, что наша нода используется. И нам очень быстро, буквально за 3,5 секунды, приходит ответ. Гражданские права и обязанности могут возникать из различных оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами. Как мы видим, ответ реально базируется на тексте, очень близко к нему. Но нас больше всего интересует сама методология. Мы видим конкретные кусочки, цитаты, из которых был создан наш ответ. Указан конечный файл серч и очень много чанков, которые использовались. Здесь довольно гибко можно работать с самим файл серч стором. То есть их можно создавать любое количество и в каждый из них загружать какие-то определенные наборы файлов и данных. И также все это можно обогащать метаданными. К каждому файлу могут быть добавлены кастомные метаданные. И по ним будет происходить предварительная фильтрация до того, как будет сформирован контекст для ответа у вашего агента. По моим ощущениям, особенно если вы давно смотрите наш канал, такой подход вам понадобится только если вы хотите очень быстро создавать раг агентов. Не хотите абсолютно заморачиваться с векторизацией, с векторными базами данных, с хранениями и метаданными. Поэтому такие инструменты позволяют вам очень быстро векторизовать данные и потом коммуницировать с ними буквально через одну-две ноды. И второй момент. Этот инструмент очень хорошо работает с огромными файлами. Но это уже, конечно же, на платных тарифах. Если у вас действительно большие файлы, то этот инструмент очень хорошо их пережевывает, никогда не падает. И вы таким образом можете, в принципе, векторизовать ваши исторические данные. Ну а на этом мы будем завершать наше видео. Обязательно пробуйте этот инструмент. Эту автоматизацию забирайте у нас в бесплатной Telegram группе. А если вас интересует развитие в сфере искусственного интеллекта, и конкретно это усложненная автоматизация, где есть работа с метаданными, создание метаданных и последующая фильтрация по этим метаданным, то такие вещи забирайте в нашей PRO группе. А на этом все. Хорошего вам дня. Пока.